Неподалеку от арены Ерофей водитель легковой машины протаранил внедорожник, шофер которого пытался свернуть с главной дороги. Хабаровщанин 1974 года рождения на Митсубиши Челленджер двигался по Павла Морозова и планировал повернуть на индустриальную. Встречная королла врезалась в его машину на полном ходу. Водитель Челленджера утверждал, что оппонент ехал на красный. Заканчивал маневр на красный свет, пешеходы уже переходили на середине. Он без тормозного пути врезался просто-напросто. От удара двухтонный Челленджер развернуло на 180 градусов. Его водитель не пострадал. А вот мужчина, 1971 года рождения, который был за рулем короллы, получил травму грудной клетки. В больницу он не поехал, чтобы лично отстаивать свои интересы. Он доказывал обратное, что светофор разрешал ему движение. Я был на зеленый ехал. Я ехал на зеленый, да, абсолютно. А как вы так врезались? Ну вот так, а он заворачивать начал. Записи видеорегистратора, которая могла бы расставить все точки над и ни у кого из участников аварии не оказалось. Это значит, что хабаровчанам предстоит длительная процедура дознания. Водитель Короллы вернул себе права только в марте. Он был лишен их за нетрезвое вождение. По аналогичному сценарию оказались разбиты на той же самой улице и две легковые машины. В одной из них Toyota Mark X ехала автолюбительница с полуторагодовалым ребенком. Хабаровчанка направлялась со стороны центра города и сворачивала на улицу Кубика. В ее иномарку врезалась встречная Toyota Chaser. Доехали до светофора. На зеленый загорелся желтый. Впереди машина поехала. Резко поехала вперед, а мы уже поехали. И у нас резалась идеальненькая, этот нехороший. Мама и малыш не пострадали. Второй водитель утверждал, что не нарушал правил движения, однако запись, сделанная в его автомобиле, говорит об обратном. На видео четко видно, что на перекресток мужчина выехал на запрещающий желтый сигнал светофора. Приближающийся Chaser автолюбительница не видела из-за машины, стоящей перед ней. А на въезде в поселок Гаровка водитель Витары сбил телку, выбежавшую на проезжую часть. Приехавшим затем на автоинспектором, автолюбитель предъявил запись видеорегистратора, сделанную еще в светлое время суток. Автолюбитель ехал со стороны ракитного. Стадо вдоль правой обочины гнал пастух. Корова, которая еще не исполнилась и года, внезапно сменила курс и попыталась перебежать через дорогу. После сильного удара по крупу, телка по кличке Красава убежала в поле. Хозяева смогли отыскать перепуганное животное и вернуть в стойло. Пострадавший вызвали ветеринара. Корова заметно хромает. Есть надежда, что животное удастся выходить. Вопрос возмещения убытков автовладельцу открыт. Истребовать деньги с непосредственного виновника, безалаберного пастуха, шансов практически нет. Выходца из Средней Азии, подрядившегося следить за стадом коров, неважное материальное положение.